Или открываете ... И мы забираем автомобиль Я тебя сейчас тут завалю, блять! Я тебя сейчас завалю, блять! Болельщик, блять, блять! Типал, сон, нахуй, тьфу, блять, блять! Я тебя сейчас заваляю, а мы тебя сейчас помним... Охраняем, я сказал! Не ломайся, сейчас почекайся, хай виткрывай! Хай виткрывай! Меня зовут Юра. 19.05.13 года меня остановили на Одесском КП на автомобиле с подозрением о поделке техпаспорта. После чего сотрудники ГАИ меня отправили на штрафплощадку по улице Новая 1. Там я остался без автомобиля. Через год этой всей волокиты меня вызвали старший оперуполномоченный следователь. И выдал мне на руки остановление о закрытии криминального дела. После чего, когда я получил на руки эти документы, я поехал в этот же день, то есть 29 апреля 2014 года уже, поехал на штрафплощадку по улице Новая 1. Я предъявил ребятам все документы. Они сказали, да, вы можете забрать автомобиль, но только после того, когда вы платите 31 тысячу непонятно куда. Соответственно, у меня таких денег нету, и я обратился к ребятам в дорожный контроль. Где сейчас мы попытаемся с ребятами и с адвокатом Виктором Смольевым забрать мой автомобиль. В дальнейшем смотрите дальше на съемки. Здравствуйте! Смотрите! Есть такое вот постановление следователя? Вернуть автомобиль. Автомобиль. Какой? Ауди А6. Государственный номер 10. 9. Понимаете? Вы назовете с этим никакой ею? Где у тебя? Да нет, вы не поняли. Я кандидат в город Киев. Кандидат в городе Киев. Кандидат в городе Киев. Кандидат в городе Киев. По уголовному делу вы незаконно удерживаете имущество гражданина. Значит, он имеет право забрать немедленно свое имущество. Вот он вам постановление предоставил? Да. Только я охранник. Я бумагами не занимаюсь. Так ему и не надо. У вас находится незаконно его автомобиль. Есть начальство. Охранник Игорь, мы хотим пройти и забрать автомобиль гражданина. Сегодня вы не заберете. Почему? Потому что сегодня нерабочий день. Игорь. Вы сами знаете. У него есть постановление. Он имеет право его забрать. В рабочее время прийти и забрать. Да какое угодно. Рабочее время это у вас. А у него вещь, которая у вас содержится незаконно. Хорошо. В рабочее время я машины не отдаю. У вас вопреки закона находится вещь. Я машины не выдаю. Да вы обязаны ему отдать сейчас. Я не обязан. Я охраняюсь. Отдает мой начальник. Он вам постановление показал. Да я не разбираюсь в этом постановлении. Как это не разбирайтесь? Вы что там? Я охранник. Вы понимаете? Я просто охранник. Я не заканчивал высшие институты. Есть начальник, который решает все эти вопросы. Нет, он не пройдет. Вы имеете право пройти. Да мне все равно. Где машина ваша? Проходите. Где машина ваша? Проходите. Сюда вы все идете. Проходите. Имеет право. Я сейчас собаку отпускаю. Попробуй отпустить. Что я не попробую, я отпущу. Отпускай. Я отпускаю. Я показал. За телесное потом будет ответственность. За какие? Вы проникли на охране. Так это наш автомобиль. Это наш автомобиль. Где машина ваша? Где ваш автомобиль? Да. Вон там за УАЗиком. Диски не ваши? Вызывайте. А, диски видите? Она на дисках стоит. Но на других. На других. Другие диски. То есть они поменяли носок. Я свои диски видел уже в Киеве на науке. Они ездят на ауди черного цвета на универсале. Вызывайте по спецлинии. Вызывайте. Берите телефон на спецлинии. Набирайте 102. Вызывайте на милицию. А какие диски стояли до этого? Стояли 18 диски. Черные с хромом. Разборные. Вот в такой способ. Как грабили граждан Украины. Киевлян в данном случае. Так и продолжают правоохранительные органы грабить киевлян. Смотрите какое количество автомобилей. И в каком состоянии они их содержат. И как милиция, правоохранительные органы передали на ответственное хранение. Вы посмотрите что они сделали. Фактически с собственностью граждан. Пломбы все видишь посрывали. Вон. Пломбы посрывали везде. Ну здесь нет. А вот на дверях. И вон салон разобранный. И посмотрите как порезали. Поцарапают. Поцарапали автомобиль. Просто разобрали салон. Повырывали все. Боже, ну и зверги. Разборка. Добрый день. Добрый день. Проходите. З привода того, что ему из него вимагают незаконно 31 тысячу гривен. И не выдают его речь. Належный ему автомобиль. Вот смотрите. Звоните внимание. Значит на данный час. Мы пришли сюда. У нас есть такая постанова. Возвольте? Да, конечно. Читайте. Почему они отдают их штрафы? Вимагают 31 тысячу гривен. Незаконно. Да. Незаконно. Больше того. Придемте до автомобиля. Ходим до автомобиля. Пошли автомобиль. Поменяли колеса. Дивите. Зовсем инши диски. Зовсем инши колеса. Треба оформлять. Фотографовать. Прийде слідчо-оперативная группа. Постанавливать его. А может быть и свое посвящение. Нам просто передали вызов, что как бы незаконно там. Просто. А, так это приехали не те, кого мы вызывали. Это не те, кого мы вызывали. Значит до нас, костюченко. Это Миколай Анатольевич. Прибуває на посаде инспектора патрульної службы. Сержана милиции Томачок Александр Муставач. Прибуває на посаде инспектора патрульної службы. Поверните ключи, пожалуйста. Каким образом? Вот у вас ключи. Поверните ключи. Да, они подходятся у начальника в сейфе. Ключи от сейфа у начальника. Вы отмомляетесь повернуть ключи? Я не отмомляюсь. Я не имею права, у меня нет доступа к сейфу. А вы начальником связывались? А? Ну, это не ваше начальство. Вызывайте сюда начальство. У него завтра рабочий день с 9 утра. То что? Завтра с 9 утра работайте. Не-не-не. Можете призвать самому начальству и сказать, что автомобиль увидит сюда с сейфом. В любом случае. В любом случае. Бензо Явлова, Бензо Явлова, Бензо Явлова, Бензо Явлова, Бензо Явлова, Бензо Явлова, Бензо Явлова. Отгоняйте, выносите. Я не могу ничем помочь. Ключи все в сейфе. Запер. Начальник до завтра до 9 утра. У вас нет оси Огай и мастерей. Я вызвал милицию. Я позвонил адвокату, адвокат сказал вызовите милицию. Как это называется? Вы хотите сказать, что когда человек приезжает за автомобилем, вы вызываете на автомобиль? Нет. Начальник здесь рабочее время с 9 до 6. Уважаемый, он каждый день с 9 до 6 здесь. В данный момент маленький совет. Вы зовите начальника сюда. Я пытался позвониться. Я гарантирую, что машина в любом случае выйдет. Ну выйдет так выйдет. Я вам говорю, как здесь на самом деле. Без начальника. Что, пока он не злой досягнется. Ну я позвонил адвокату, может он там свяжется как-то с другими, я ж не знаю. Никто нияких ношей вам не даст. А где нет? Подождите, вам в воскресенье пригнали машину. Ниякий понеделок, негайно поверните автомобиль. Скажите пожалуйста, вам в воскресенье пригнали машину? А кому не сдают ключи? Поверните автомобиль. Мы его не убирали. Значит работает. Значит стоянка работает в воскресенье. На прием работы. А на выдачу нет? Конечно нет. То есть туалет можно посрать, но нельзя смыть. А где вы в воскресенье в банке заплатите, уважаемые? Або вы вы открываете. Або вы вы открываете, або я это зараз. Я вам сказал, або вы вы открываете. Замок мы обернем. Я вам сказал, або вы вы открываете. И мы забираем автомобиль. Я сейчас тут завалю блять. Я тебя сейчас завалю блять. Боже ты. Типал сюда хоть куда б бебил нам. Я тебя сейчас заваляю, а мы тебя сейчас охраняем. Я сказал. Не ломайте, сейчас почекайте. Хай открывает. Хай открывает. Это майно людей. Это майно киян. Хай открывает и вернет майно киянам. Майно киянам. Майно киянам. Это на камеру все снимают. Загоняются все в Киеве. Ненадолго осталось это мероприятие. Загоняются все в Киеве. Если вы у вас сегодня принимаете. Да вы не оформили никакого. Такой фирмой, как Олін Плюс там одна особа. Ты оформил. Кого проверял. Кого проверял. Официально при чем работа. Я просто поинтересовался, где он запрос делал. Олін Плюс. Вінниця. Да. Так. Так. Вінниця. Робили запад официальный? Внос в стопу. Так. Вінниця. И один директор только там оформлен. У меня даже доведка есть. Это вытерт. Их продали. Вот даже человек. Они украли. То есть на штрафплощадке Олін Плюс продали диски. То есть вам ГАИ, держава, привозят машины. Для того, чтобы вы их сохраняли. До суда там, до расследования. Ну. И вы их продали. А вы их продаете просто. Да не мы их продаем. Ваш охранник продал. Ну так, кто знал, что он такой охранник? В каждой семье есть урод. Есть заявление в милиции, что диски украли. Почему вы не уведомили хозяина машины? Есть заявление в милиции. Почему вы не уведомили хозяина машины? О том, что у него с машины украли диски? Да. Хозяин, когда пришел, он увидел, что диски нет. Он сам только что говорил. Так хорошо, забирайте диски. Дайте нам нормальные наши диски назад. Это второй разговор, уважаемые. Мы машину сегодня забирать будем. Это второй разговор. Диски стоят 100 тысяч гривен. Не ухай. Ты там то не ухай, бля. Да потягайся лучше. Изначально. Вы не угрожаете, не уважаете. Я не угрожаю, я затевлю факты. Ну, уважайте, не уважаю. Что завалить там грозилку? Грозильчик для велик. А Витя сказать, я тебя сейчас завалю? Вот я тебе рассказываю. Что я его лично не обманываю. Мне не надо рассказывать. И попытки к нему подойти, я расстреляю как собака. Вы тут не первый и не последний, что мне тут рассказывают вечно. Нет, дорогой. Последний я тебе не рассказываю. Только в отличие от первых и последних, вот я тебя сейчас здесь завалю, бля дебила, бля. Понял? Это, конечно, вы не видели. Это, конечно, вы не видели. У нас в том, что вы не видели. У нас в том, что вы не видели. У меня в доме умерли место Киева, Смолеве и Транкова. До меня вернулось Юрий. Юрий! Иди сюда. И так уж не важно, что с автомобилем. У автомобилей будет сначала открыт, а сейчас у него закрыт. Уважаемый, хозяин, а можно на секунду? Начальство просто позвонило, можно на секунду? Кого? Давай мне. Я хозяина. Мне давай телефон. Вы хозяин? Послушайте. Это представитель хозяина. Скажите, начальство. Можешь что-то говорить. Нет, ребята, все по-нормальному. Сказали в виде исключения. Вы останавливаете... Короче, даете эту бумагу только оригинал. То, что... И забирают там. Да, забираете и пишите. То, что забираете. Все там, паспорт есть. Да, конечно. Ну все. Все давайте. Так, хвилиночку. Тогда подождите милиция. Хай передадут автомобиль. Без проблем. Хорошо. Без страх. Да. Все. Витчинайте. Вроде бы все. Все на месте. Двигатель есть? Да. Номер один. Номер один. Номер один. А агенты ЦРУ могут давать? А что ж вы себя выдаёте за агента ЦРУ? Какой же свой агент ЦРУ? А ну, Миша, покажи удостоверение. Попа, взяли. Пошла, пошла. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Все, выйдет. Вот. А сейчас заведем. Где так будешь широкий? Ну, вот. Дизель, бензиль. Дизель, дизель. Все, 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 все. Стоп, 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 стоп. Не надо. Просто собьет дизель. Вот наконец-то мы выехали со стоянки, со штрафплощадки этой на новый один. Вот. Благодаря этому человеку, Виктору, вот он помог мне это сделать. Спустя год. Вот. Спасибо тебе огромное. Я всеми руками буду за тебя голосовать, если пробегаясь в мэре. Спасибо тебе, твоей команде. Если б не ты, я не знаю, что было дальше.